Ну и юношество, скажем так. И они, наверное, смогли заинтересовать подрастающих людей, наверное, поэтому я им интересен. Скажите, а почему вы согласились участвовать в нашей программе? Потому что мне хочется ответить на вопросы, которые будут заданы не журналистами, потому что журналисты всё-таки, как правило, спрашивают об одном и том же, а вот такими людьми непосредственными и незакрепощенными профессиями. А готовы ли вы к тому, что дети порой задают жёсткие, иногда некорректные вопросы? Нелепие, неправильные и запредельные вопросы, чем задают российские журналисты, ни один нормальный человек уже задать не может, а дети, как правило, нормальные. Тогда я хочу предупредить вас, если по какой-то причине вы не сможете или не захотите отвечать, вы имеете право три раза отказаться от отвечающих вопросов. А на четвёртый меня побьют? Ну нет, конечно. Просто мне кажется, что взрослый человек всегда найдёт ответ на любой детский вопрос. Ну или так. Вы готовы выйти к детям? Да. Ну что ж, тогда желаю вам удачного разговора. Уважаемые участники программы, сегодня у нас в гостях певец и композитор Алексей Корднев. Прошу вас, Алексей. Субтитры создавал DimaTorzok Алексей, по традиции нашей программы, в начале мы просим наших гостей коротко рассказать о себе то, что они считают нужным. В вашем распоряжении одна минута. Время пошло. Давайте я буду краток. Я родился 12 октября 1966 года, то есть мне сейчас 44 года. Закончил московскую школу с углублённым изучением английского языка. И, в общем, довольно много сейчас с английским работаю. Затем учился на механико-математическом факультете МГУ, но не научился, к сожалению, не получил высшего образования, потому что занялся театром, музыкой и ушёл из университета в студенческий театр МГУ. И с тех пор моя жизнь связана всё время с театром и с моим ансамблем «Несчастный случай», который был создан в 83-м году, то есть уже 27 лет назад. Спасибо, вы уложились в одну минуту. Теперь готовьтесь к вопросам. Меня зовут Вика. У вас сейчас придёт на сцене или вы спокойно выступаете? Нет, я не могу спокойно выступать совершенно никогда. Во-первых, я достаточно сильно нервничаю перед выступлениями, и потом на сцене всё равно охватывает, конечно, возбуждение такое очень сильное. Иногда даже страдает качество исполнения от того, насколько сильно тебя прёт. Вот яркий тому пример был вчера. Мы играли в одном из московских клубов. Был очень успешный концерт, и я получал просто наслаждение. Потом, когда мы ушли со сцены, то мои коллеги-музыканты мне говорят, ну ты дал вообще, ты пел мимо нот, ты что, не слышал, что ли, ничего? Я говорю, ну да, я где-то в середине концерта уже мало что слышал, потому что было очень громко. А я говорю, а вам не понравилось, да? Они говорят, нет, нам не понравилось, но публике понравилось очень. Вот. И это, конечно, именно, когда тебя переполняет удовольствие от того, что ты делаешь, то качество от этого немножечко страдает, к сожалению. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Меня зовут Таня. Вот часто ли вы выступаете на заказных концертах, вечеринках? Часто, очень часто. Вообще, в последние несколько лет, так лет, наверное, 7-8, количество наших корпоративных всяких выступлений и, ну, заказных, правильно их наказывать именно так, оно сильно превышает количество публичных выступлений. Мы играем где-то 2-3 раза в неделю концерты по всей России, а в последнее время и по всяким Европам, Америкам и так далее, потому что наши богатые соотечественники, они расползаются во все стороны и начинают требовать музыкантов к себе, туда, куда расползлись. А есть ли те люди, которым вы когда-либо отказывали, и по каким причинам? Мы отказывались несколько раз участвовать в политических акциях, поскольку... Не во всех, в некоторых принимали участие, в некоторых нет. Поскольку не разделяли взгляды тех людей, которые нас звали с собой на баррикады. Что касается корпоративных выступлений, нет, по-моему, не... Ну, то есть, как бы, конечно, бывали отказы по просто причинам технического толка, когда, ну, не срасталось никак. Дело в том, что нашу музыку знают и любят, и, соответственно, готовы за неё платить деньги. Люди достаточно интеллигентные. И каким-нибудь ворам в законе просто не придёт в голову никогда заказать на свой праздник несчастный случай, с песнями философского направления. Они лучше выберут команды. Ну, понятно, группы какие-то по своему вкусу попроще и попопулярнее, возможно. Поэтому эти наши корпоративные выступления, они носят, как правило, такой дружеский вполне характер. Иногда бывает неприятно, но довольно редко. Следующий вопрос. Здравствуйте, Алексей, меня зовут Кайна. Вот я читала в одном из интервью, что вы не знаете Филиппа Киркорова. Это правда или вы пошутили? Нет, ну как, я с ним знаком, так как я знаю, что его зовут Филипп, он знает, что меня зовут Алексей. Не более того. Спасибо. Алексей, а неужели вы не знаете Филиппа Киркорова? Мне кажется, его знают все. Меня спросили, знаком ли я с Филиппом Киркоровым. Нет, артиста я знаю, я, естественно, ну как, я человек, который живёт в этом медиапространстве, я не мог не слышать, скажем, каких-то песен. Ну что, нравится он вам? Нет, он мне совсем не нравится. Почему? Не в малейшей степени. Мне не нравится его репертуар. Во-первых, хотя там есть несколько приличных песен, и мне очень не нравится его манера поведения, и вообще позиционирование себя как человека из свиты Аллы Пугачёвой, это такое болезненное позиционирование, на мой взгляд. Такой человек, обречённый всю жизнь быть прихвостнем, это как-то не очень. Алексей, следующий вопрос слева от вас. Синий микрофон, пожалуйста. Здравствуйте, Алексей, меня зовут Настя. А почему вы так редко участвуете в новогодних огоньках или песнях года? Вас не зовут? Да, нас не зовут, конечно. Но в песню года-то это вообще понятно, потому что всё-таки песни года становятся песни, которые популярны, которые играются по радио, снимаются клипы, показываются по телевидению. Мы занимаемся музыкой, которая в формат радиовещания попадает очень редко, и из трёхсот песен, которые мы написали и записали, из них в эфир попало штук 12, может быть, 15. И это не новинки. Это вопрос достаточно такой сложный для объяснения, потому что у популярной музыки есть свои критерии. Они достаточно широки, да, и популярными становятся даже очень непростые произведения, там, Константина Меладзе, например, или, ну, других авторов, которые очень сложные по гармонии, по ритму, там, почему угодно. Но есть определённое направление в музыке, которое мы исповедуем, которое, ну, совсем просто не укладывается в рамки формата. Это такая кабаретная театрализованная песня с постоянной сменой темпа, с паузами, с какими-то речитативами. И я считаю, что самые интересные вещи, которые мы написали, они сделаны именно так, и мы так в это упираемся и продолжаем работать. Вот. Иногда вдруг, как это было, например, в прошлом году, мы стали группой, которая появилась на экране одного из самого главного федерального канала, просто сразу после того, как Медведев закрыл рот. Он сказал «Всех с Новым годом!» И началась наша песня. Потому что мы специально написали к Новому году поздравительную песню с 1 по 13, и ее вот показали. Но это было первый раз за, там, 5 лет, наверное, да, в течение которых мы отсутствовали в каком бы то ни было эфире. Я по этому поводу уже переживал. И мы с моими коллегами по ансамблю пытались писать форматные песни, которые бы взяли куда-то, но у нас ничего не получилось. Потому что это определенный совершенно талант, умение. Там Виктор Дробыч, он не зря получает десятки тысяч евро за каждую песню в качестве гонорара. Потому что, да, это достаточно примитивно, то, что он делает. Но это попадает в яблочко, в целевую аудиторию. И вот так просто сказать, а, я могу точно так же. И написать песню, как Витя Дробыч, фигу себе. Ничего не получится. Я пробовал. Не получается. Вот, собственно, ответ на ваш вопрос. А даже не потому, что мы не хотим. Мы, может, и хотим. У нас не получается. Но я по этому поводу совершенно успокоился, потому что аудитория, которая слушает «Несчастный случай», она не столь широка, как аудитория вот вашего, например, телеканала. Но зато у нее много денег. У этой аудитории. Потому что ее составляют в основном люди с высшим образованием, которые сейчас занимают очень хорошие позиции в российской экономике, науке и так далее, и так далее. И мы за счет этих немногочисленных, но симпатичных людей прекрасно живем. Спасибо большое. Да, спасибо. Теперь включите красный микрософт. Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Алмаз. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, если бы у вас была возможность задать один вопрос Дмитрию Медведеву, что бы вы у него спросили? Вы знаете, у меня была такая возможность, потому что я ходил на встречу с президентом в составе делегации рок-музыкантов Российской Федерации. Я ломал голову неделю, что спросить у Дмитрия Анатольевича, и ничего не придумал. Задавать ему вопросы, такие там, когда выпустят Ходорковского, или там вообще, доколе, там, где деньги. Ну, понятно, что он не ответит на него, и тебя просто посчитают идиотом, да, то есть, ну, его, да и не его, вообще всех, да, вся страна спрашивает об этом каждый день, поэтому с чего вдруг он мне на этот вопрос ответит, непонятно. Он может ответить на вопрос какой-нибудь узкоприкладной, который меня интересует, там, Андрей Вадимович Макаревич его спросил, дайте, пожалуйста, денег, поддержите фестиваль «Сотворение мира в Казани», который Макар продюсирует. И тот сказал, дадим. Вот это деловой разговор, потому что дело это благое. Андрей их просил, не для себя эти деньги. Фестиваль прекрасный, я на нем был, знаю, что это очень хорошо. Вот я, к сожалению, такого дела, ну, не нашел, да, то есть, ну, что я у него мог попросить? Дайте денег на новые костюмы, у нас поистрепались в группе. Это как-то нехорошо. В общем, ломал, ломал я голову, и так ничего и не спросил. Просидел, просто прослушал, как другие люди с ним общались, и сам вставлял реплики. И все. Мне кажется, что сейчас не часто. Я сделал в своей жизни пару ошибок, которые действительно, о которых я очень сожалею, и это всегда были ошибки, связанные с личными отношениями, с тем, что я дважды обидел людей, которые на меня полагались, которые хотели со мной жить, строить семью. У меня два моих, как бы, брака, да, первых, они расторглись, развалились. В силу самых разных обстоятельств, я не могу сказать, что я один в этом был виноват, но какая-то большая часть вины лежит и на мне, и вот об этом я, конечно, жалею очень сильно, потому что я понимаю, что этих людей я заставил мучиться. Я бы ни в коем случае этого не повторил, если бы мне был дан шанс что-то переделать. Во всем остальном, что касается профессии, карьеры, учебы, того-сего, конечно, ошибки были, но я о них не жалею, потому что я совершенно не знаю, если бы я поступил иначе, было бы лучше, да, было ли бы полезнее, удобнее, эффективнее, понятия не имею. К сожалению, понять это не дано никому, потому что мы не можем прожить жизнь, да, параллельными путями и выяснить, было ли бы лучше, если бы я поступил так или не иначе. Поэтому я даже не знаю, была ли это ошибка или нет, когда я выбирал какую-то определенную тропинку, вот по которой идти. Спасибо. Не за что. Алексей, следующий вопрос от девушки с красным микрофоном. Здравствуйте, меня зовут Алина. Да. Алексей, а вы помните, кто родился в дни, такие как 2 ноября, 8 июля и 10 августа? Да, конечно. И кто же эти люди? Это мои жены различные. Да. Спасибо. Хотя у меня, на самом деле, очень плохая память на числа, но эти пришлось запомнить, конечно, просто чтобы не сесть в лужу. Ну, вы знаете, все-таки как-то женщина, которая тебе близка, она очень обижается, если ты не помнишь какого числа. А вы до сих пор своих бывших жен поздравляете в эти праздники? Не всегда, иногда как-то пропускают. Ну, они, впрочем, платят мне взаимностью и тоже не поздравляют меня с днем рождения. Хотя у нас очень нормальные абсолютно отношения, но их нельзя назвать дружескими, конечно, они скорее товарищеские. Хорошо, хотя бы так. Спасибо большое. Следующий вопрос чуть правее от вас. Желтый микрофон. Вы никогда не жалели, что не сразу встретили свою жену Арину? Вы знаете, наоборот, я этому очень рад, потому что если бы я ее встретил сразу, ей было бы лет 12 в этот момент. И все-таки у нас разница в возрасте 10 лет. И как вы себе представляете, у нас бы сложились отношения? Думаю, что никак. Поэтому я как раз очень рад, что когда мы повстречались, ей было уже, сколько, 26, да, по-моему, а мне, соответственно, 36. И у нее еще не было практически никакого жизненного опыта, потому что она только что в этот момент закончила свою профессиональную карьеру на ковре гимнастическом. И о жизни вне спорта совершенно себя не представляла. Ну, представляла, но очень так, схематично. А я, наоборот, в общем, был уже достаточно опытным 36-летним человеком, который смог ее в этот мир, как мне кажется, ввести так, чтобы она не испытала особенного шока. И мы очень друг друга полюбили как-то сразу. И у нас вот так сложилась очень симпатичная семья. Почему 26? 24. 24. У нас вот десятилетие как раз нашего знакомства в этом году происходит. Так что меня это совершенно не... Наоборот, меня очень радует, что я ее встретил, уже будучи достаточно серьезным дядечкой, а не юношей. Спасибо. Вопрос с этой же трибуны. Алексей, скажите, пожалуйста, а с тренером вашей жены Ириной Александровной Виннер вы знакомы? Ну, мы с Ириной Александровной знакомы очень хорошо. Она меня называет «зять». И всячески целует и обнимает при встрече. Дома у нас она не была ни разу. Впрочем, мы у нее дома были несколько раз, когда наносили какие-то новогодние или день рожденные визиты. Женщина, она очень интересная, конечно, очень властная и очень занятая, поэтому особенно многое время на возню со своим зятем у нее нет, естественно. И мы общаемся очень редко, но с удовольствием, как мне кажется. А вам больше нравятся властные или слабые женщины? Мне больше нравятся властные. Во всяком случае, я как-то и дружил всегда, и женился на женщинах с очень сильными характерами, которые не подчиняются мне, скажем так уж безоговорочно. Наоборот, всегда имеют свое мнение. Мне кажется, что так интереснее. Спасибо. Спасибо. Алексей, вопрос хочет задать девушка у вас за спиной. Меня зовут Алина, и у меня такой вопрос. Вот мне лично кажется, что ваши жены очень похожи друг на друга. Это так? Да, это так. Мой старший товарищ как раз по студенческому театру МГУ, замечательный такой Юра Огульник, актер очень хороший, он, когда я познакомился с Аминой, и мы вместе пришли в студенческий театр, он так на нас грустно посмотрел, отвел меня в сторону и сказал, Леша, я про тебя все понял, тебе нравится женщина с лошадиными лицами. А как вы думаете, вашей жене сейчас не обидно? Сейчас ей не обидно, ей будет обидно, когда она это услышит. Сейчас она в самолете сидит и летит. Да нет, на самом деле ничего не обидно, потому что я про это уже с Аминкой говорил неоднократно. Лошади же бывают разные, очень благородные такие, породистые, с вытянутыми, продолговатыми чертами морды. Именно такие продолговатые и вытянутые мне как-то всю жизнь не нравились. Желтый микрофон. Здравствуйте, Алексей, меня зовут Стас. Не могли бы вы спеть какую-нибудь песню из вашего репертуара? Из нашего репертуара? Из вашего. Ну, сейчас. Мы познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела меня домой, ты говорила мне, сяд, говорила мне, встань, потом, наверное, устала, легла на диван, я понял, это намек, я все ловлю на леду, ну, непонятно, что на грех, но ты имела в виду. Что ты имела в виду? 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 Все, один дуплет, спасибо. Ну, что ж, давайте продолжим разговор. Следующий вопрос. Свободная касса. Синий микрофон. Да. Здравствуйте, Алексей, меня зовут Саша. Как вы думаете, дети сего должны добиваться сами, или их надо всегда учить? Нельзя сказать ни да, ни нет. То есть, конечно, нужно обязательно приучать детей к тому, что они должны быть сильными, последовательными, упорными, добиваться своей цели. И этому, несомненно, надо учить. Но, с другой стороны, мне кажется, родитель, который не балует своего ребенка, не помогает ему в чем-то, и не прикрывает его своей уже натруженной мозолистой спиной, он плохой родитель. Потому что, ну, а что ты тогда всю жизнь небо коптил? Чтобы потом взять своего ребенка, бросить его в воду и говорить, плыви сам, да, мне было тяжело, пускай тебе будет так же, как было мне. Это неправильно. И я вырос в совершенно не такой семье. Мои мама и папа очень меня любили. Мой отец, к сожалению, умер некоторое время назад. Поэтому я говорю в прошедшем времени о нем. Мама жива и здорова. И я жил в семье, которая мне очень сильно помогала во всем и никогда не ставила палки в колеса. Хотя в какой-то момент родителям было чрезвычайно тяжело пережить то, что я изменил той стезе, которую они мне наметили. И с механико-математического факультета вот ушел в свободное плавание, там, в театр, в музыку и прочее. Для них это была просто пощечина. Конечно, они это очень тяжело пережили. Но, тем не менее, ни разу они мне не запрещали, да, этим заниматься. Они стояли на коленях, говорили, подумай еще раз, это ужасно, что ты делаешь, ты так не заработаешь никогда ни одной копейки. Но ни разу мне не было сказано, мы тебя запрещаем, да, это делать. Так что я считаю, что нужно и то, и другое, конечно, в воспитании. Спасибо большое. Это «100 вопросов к взрослому». Сегодня герой программы Алексей Кортберг. Продолжаем разговор. Часто ли вы говорили со своим родителем, что любите их, а они вам, что любят вас? Да, я думаю, что довольно часто. Ну, наверное, маме, папе хотелось бы, чтобы я еще чаще это делал, но я это говорил и не стеснялся совершенно. И надо сказать, что и сейчас в нашей семье дети очень часто говорят, мама, мамочка, папочка, я вас люблю, и мне кажется, это хорошо и правильно. А как вы думаете, почему некоторые дети, ну, как, не могут просто сказать своим родителям, что любят их? Просто в некоторых семьях открытая демонстрация своих чувств считается несколько неприличной. Это зависит от культуры и конкретной семьи, и вообще среды воспитания, и страны, в конце концов. И я с легкостью могу себе представить ситуацию, когда родители и дети очень любят и уважают друг друга, но у них просто не принято об этом говорить вслух. И это ни хуже, ни лучше, это просто другая традиция. Все. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, как вы считаете, что такое хорошие родители? Мне кажется, ты должен нести за своего чада ответственность. Воспринимать его неудачи или его удачи как свои, и реагировать на них примерно так же. Это не всегда удается, да, вот я уже говорю, что там со своим старшеньким сыночком, я сейчас вожусь очень сильно с ним, ругаюсь и понимаю, что что-то я не доделал и не доубедил его в чем-то, где-то недопомог на каком-то этапе, и сейчас мы имеем проблемы. В результате. И поэтому я себя, конечно, в полном смысле хорошим родителем назвать не могу. Ну как, я вообще развелся с его мамой, да, когда ему было 4 года. Это уже плохо, конечно. Я всячески пытаюсь, и сейчас пытаюсь это компенсировать и исправить, но той ошибки уже не, конечно, не сотрешь. Ее можно загладить, но стереть бесследно не получится. А ваш старший сын дружит с младшими? Да, очень сильно. Не далее, как позавчера дружил. Акт дружбы был совершен, потому что у нас такая градация. У нас есть старший, средний старший, средний младший и младший. Вот у среднего младшего в школе был спектакль, так старший на этом спектакле помогал ставить свет, звук, и всячески его обихаживал, раздевал, потом ввел из школы в другое здание. И вообще они лучшие друзья. Спасибо. Меня зовут Стивилин. Алексей, и у меня следующий вопрос. Вот вы переводчик текстов известных мюзиклов. Говорят, бывают хорошие переводы, а бывают плохие. Вот я не понимаю, как можно плохо перевести то, что уже хорошо написано. Я работаю с английским языком. Английский язык в разы компактнее, чем русский. В английском языке огромная, львиная доля информации передается двусложными словами. Поэтому мучения жуткие совершенно происходят. И если ты делаешь более-менее адекватный перевод, чтобы он звучал поэтично, ты обречен на то, что ты теряешь довольно много информации. Ты не сможешь столько смысла запихать в эти строчечки, как это делают англоязычные авторы. И, на мой взгляд, хороший перевод, он таков, что его практически не замечаешь. То есть люди поют на сцене, и потом, выходя со спектакля, зритель говорит, ах, какая была хорошая музыка. Очень редко говорят, ах, какой был хороший текст, да, потому что текст, он практически незаметен. В мюзикле он льется, как река, он не несет какого-то такого уж сильного заряда. Поэтому хороший перевод, на мой взгляд, он очень ровный, легкий. А вот когда ухо все время цепляется за какие-то грамматические несуразности или смысловые, тогда он сделан плохо. Спасибо большое. Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Настя. Я читала, что вы выступали на сцене знаменитого студенческого театра МГУ. Это правда, что он сейчас существует? А вы ходите туда когда-нибудь, чтобы что-то посмотреть, там увидеть? Это правда. Студенческий театр МГУ сейчас существует. И, скажем так, тот театр, в котором когда-то я служил, и мои коллеги, где мы встретились, где мы организовали нашу группу, где были спектакли, и до нас, в общем-то, знаменитые спектакли, и при нашей службе в театре были, он с Московским университетом, к сожалению, связь потерял. И сейчас находится на Садовом кольце в отдельном помещении, которое выделило московское правительство для этого театра, прямо в доме Булгакова, в подвале. Я очень сожалею о том, что Московский университет лишился театра своего знаменитого, потому что, конечно, это, ну, скажем так, современным языком говоря, бренд, который, конечно, терять было нельзя ни в коем случае. Это действительно один из славнейших театров 20 века в Москве. То, что МГУ так легко расстался с этим театром и выкинул его, это, на мой взгляд, грандиозная ошибка ректората МГУ и Садовничева лично, и, в общем, всех людей, которые отвечают в особенности за культуру в университете. Я об этом много раз говорил и в универе, и публично, и вот сейчас повторяю. Я там бываю, да, регулярно, я смотрю все новые спектакли. Их, к сожалению, не так много, как хотелось бы, но театр действительно пережил и продолжает переживать очень тяжелые времена, когда тебя выгоняют на улицу, а я еще застал этот период. Я тогда был участником труппы театра, когда нас просто вышвырнули, можно сказать, за двери. В такой ситуации, ну, очень тяжело заниматься высоким искусством, поэтому я сочувствую ребятам, мы их всячески поддерживаем и регулярно принимаем участие во всяческих совместных выступлениях. Вот. Пока так. Не за что. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вы боитесь неизвестности? Ну, да, в какой-то степени боюсь. Я вообще склонен к такому невротическому поведению. Это у меня от мамы. А чего вы боитесь больше всего своей жизни? Я боюсь обнищания, я боюсь, что я не смогу зарабатывать деньги, не смогу содержать свою семью, что у моего там сына или жены там нога подвернется, или колесо спустит. Ну, каких-то таких вот вещей, которые я не могу контролировать. Вам бы хотелось быть всегда первым или вторым? Я просто так никогда не формулировал. Нет, ну, мне хочется-то всегда быть первым, конечно. И во всем, чем я занимаюсь, будь то любительский спорт, или моя профессиональная деятельность на сцене, или на экране, или на сцене музыкальной, на театральной, я, конечно, всегда рвусь в первые, в лидеры, и пытаюсь всем доказать, что я делаю все лучше всех. С одной стороны. С другой, я, в общем-то, не рву на себе волосы, как это не смешно может звучать. У тебя такое впечатление, что я их как раз все вырвал уже. От того, что, например, наша группа не является группой номер один по популярности, и даже не входит, я думаю, ни в десятку, ни в тридцатку рок-н-ролльных групп, которые популярнее всего в нашей стране. Я научился это себе объяснять, да, поскольку человек рациональный и рефлексирующий, что, ну вот, мы, наверное, слишком сложную музыку играем, и поэтому многим она, оказывается, неинтересна. Не потому, что она бездарная, а потому, что она вот в слишком сложном жанре написанная. Я не снимаюсь в блокбастерах, которые потом показывают по первому каналу, но это не потому, что я не такой вот не самый талантливый актер, потому, что на самом деле я самый талантливый, а потому, что вот не понравился я чем-то там руководителям канала или там еще кому-нибудь. То есть все время нахожу какие-то объяснения тому, почему я не первый, а второй там или третий. Таким образом удается поддерживать постоянный щелочной и душевный баланс. Ну и еще один вопрос. Молодой человек с красным микрофоном. Здравствуйте, Алексей. На нашей программе есть традиция показывать язык. Язык? Да. Так, а кому? Ну, всем. Ям поражен. Я начал жизнь в трущобах городских и добрых слов. Я не знаю. Алексей, время вопросов от участников программы подошло к концу. Теперь вы имеете право задать любой вопрос любому из детей. Прошу. Я бы хотел спросить у собравшейся здесь аудитории одну вещь. Мне это очень важно для моих профессиональных занятий. Смотрите. Я с моими коллегами в последнее время много занимаюсь музыкальным театром, в том числе театром для детей. Я бы хотел узнать. Вот мы собираемся написать большую музыкальную вещь для театра. Да, там, ну, музыкальный спектакль. Это можно называть мюзиклом или опереттой, или музыкальной сказкой, музыкальным спектаклем. Как угодно. Что бы вам было интересно увидеть на театральной сцене? Какой музыкальный спектакль, на какую тему, да? То есть, я имею в виду, по какому произведению? Может быть, классическому? Может быть, современному произведению, которое вы знаете? Какой сюжет был бы интересен вам, таким продвинутым детям, на театральной сцене? Подумайте, ребята, кто первый хочет ответить нашему гостю? Павел, мы себе голову ломаем уже год. Вот молодой человек с желтым микрофоном. Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Павел. Знаете, я думаю, что какой-нибудь, ну, возможно, детективный сюжет. Ну, возможно. Хорошо, спасибо. Я согласен с Павлом, тоже хотелось бы увидеть какой-нибудь детективный сюжет. А современный или исторический? Современный, да? А мне кажется, исторический. Я хотела бы увидеть тоже детектив, но не исторический, а современный. Современный, да? Да. Ну, хорошо. Я бы хотела увидеть что-то веселое, такие случаи, которые бывают в настоящей жизни. Но веселым может быть и детектив вполне. Нет, это может быть и такая комедия положений, но с детективным сюжетом. Так, да, пожалуйста. Опять желтый микрофон. А я бы хотела сказку с чудесами. Какую сказку? Это слишком абстрактно. Интересную. Интересную. Понятное дело. Да. Я бы хотела, чтобы там было современно, но с волшебством. С волшебством. Хорошо. Ну, ребят, на самом деле, достаточно вот сейчас информации. Спасибо вам большое. Будем думать. Потому что это, на самом деле, самое ценное, пожалуй, что я выношу из сегодняшней с вами беседы. Ну, кроме того, что было очень интересно пообщаться с такими чудными, умными, молодыми людьми. Вы сегодня дали хорошую очень подсказку. Надеюсь, что она пригодится и сработает. Алексей Кортнев сегодня в гостях у программы «Сто вопросов взрослому». Алексей, жду вас у входа на площадку. Алексей, вот здесь прошу вас ненадолго задержаться. Хотел у вас спросить. Скажите, какой из заданных сегодня вопросов вам показался наиболее сложным? Вы знаете, мне очень понравилось по формулировке и по глубине при этом вопроса, что вам больше нравится быть первым или вторым. Я как-то так для себя никогда это не формулировал. Это очень интересный вопрос. Хотя я не хочу сказать, что остальные были менее интересные. У этого просто получилась очень такая афористичная формулировка. Это здорово. Хорошо. А задавали вам сегодня вопросы, на которые вы устали отвечать? Нет. Пожалуй, нет. Сегодня меня не спросили ни почему наша группа называется «Несчастный случай». Не прозвучала фраза «Как вы корабль назовёте, так он и поплывёт». И не был задан вопрос «А где Пельш?». Поэтому я считаю, что дети побили журналистов просто как Бобиков. Из ста запланированных вопросов вы сегодня успели ответить только на 21. Если вас ещё раз позовут в такую аудиторию. Согласитесь прийти? С удовольствием. Более того, я думаю, что с аудиторией чуть-чуть постарше мы бы, может быть, поговорим ещё посодержательнее. Я всё-таки, мне кажется, для совсем юных детишек немножко скучноватая лично. Ребята, а вы хотите, чтобы Алексей Кортнев пришёл к нам ещё раз? Алексей, ну вы сами всё слышали. Уважаемые участники программы, объясните, пожалуйста, почему вам так понравился Алексей? Алексей, мне было очень приятно вас слушать и общаться. Больше всего мне в вас нравится то, что вы не стремитесь быть, высвечиваться, не хотите быть самым известным. Вы просто хотите, чтобы вас уважали и слушали. Спасибо вам. Мне очень понравилось. Здравствуйте, Алексей. Я вот считаю, что вы правильно думаете о людях, и у вас хорошая музыка. Алексей, в начале программы вы сказали, что вы волнуетесь на сцене. Но сегодня можно сказать, что вы тоже были на сцене. Но по вам не сказать, что вы волновались. Вы так были уверены и искренне с нами. Спасибо большое, что уделили нам времени. Нам было очень приятно. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Спасибо, ребята. Алексей, у нас в программе ещё одна традиция. Это последнее слово. Всегда за героем. Подведите, пожалуйста, итог состоявшемуся разговору. Мне очень приятно, что дети задают небанальные вопросы. А это видно по глазам. Задают вопросы не заученные и подсказанные кем-то со стороны. А те, на которые действительно хотят получить ответы. Но, во всяком случае, в девяти случаях из десяти это происходит именно так. Меня очень порадовало на сегодняшнем программе то, что здесь детишки не дутые, а самые настоящие. Спасибо вам большое за то, что вы такую программу сделали. Спасибо и вам, Алексей. Певец и композитор Алексей Кортнев был сегодня в гостях у программы «100 вопросов взрослых». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok